Всем привет! Рефлексия по курсу Твори Жизнь. Во-первых, я начну с благодарности. Спасибо огромное Нелли, спасибо огромная команда. Нелли, которая организует такое удивительное пространство, было весело, интересно. Всегда было интересно, на каждом задании было интересно. Это очень классно, когда учишься на интересе. Именно учишься, потому что я для себя не просто раскрыла навык, а приобрела его. После курса у меня прошел, наверное, месяц, я только сейчас пишу рефлексию на курс. Но я пользуюсь разбором шаблонов очень часто, когда попадаю в какие-то состояния, когда у меня уходит энергия или апатия, или сонливость, или наоборот я не знаю, что делать. Я смотрю, я тут же беру шаблон, знаю и не знаю. Начинаешь разворачивать его, и раскрывается удивительная картинка. И вот главное для меня в этой удивительной картинке, в работе с шаблонами, это приток энергии. Ходишь, энергии нет, разбираешь шаблон, появляется энергия, появляются возможности, появляются какие-то ресурсы. Это все происходит буквально на глазах. И вы знаете, если я до курса старалась переключаться, использовала позитивное мышление, то есть если идет негатив, переключить на позитив, то сейчас я делаю совершенно другие вещи. То есть если идет какой-то негатив, я иду в этот негатив и начиная из рубки киномеханика смотреть туда. А что в этом негативе? Что это за история? Зачем она мне? И вот это вот совершенно иной подход к миру, совершенно иной взгляд на мир, совершенно иной взгляд на жизнь. Зачем он? Лично мне это меняет меня как личность. Из актера, который бегает и подвластен различным бурям, стихиям, переходишь на уровень архитектуры. И, соответственно, по-русски, если говорить, то можно бегать в каких-то ущербных состояниях, сливать свою энергию, быть в депрессии и это делать бесконечно. Поднимаешься на уровень выше, ты видишь, как ты устраиваешь себе все эти депрессии, все эти бегания и все эти стоны. И это, ну, как бы, вот вы, наверное, из того, что я говорю, сами понимаете, что одно дело это «в», а другое дело это «над». И это можно менять. Быть и «в», быть и «над». Сейчас я думаю, что, может быть, еще какие-то есть новые точки, потому что каждый день открываются новые знания, новые осознания, скажем так, не знания, а осознания. И каждый раз переходишь на какое-то новое осознание жизни, и это делает процесс увлекательным и интересным. Не потому что тебе кто-то сказал, жить надо увлекательно и интересно, а потому что так становится изнутри, такая явь. Вот за это я хотела бы поблагодарить Нелли команду, потому что это очень сильно меняет и меня, и мою жизнь, меняет отношение ко всему. Это очень классно. Я нигде прежде вот так структурно не прорабатывала, наверное, свой фильтр сознания, свое мировоззрение. И так классно, и интересно. Очень мне понравились упражнения на закрытые глаза. После закрытых глаз я поняла, насколько я ценю функции своего тела. У меня нормализовался вес за курс. Не потому что я занималась там какими-то диетами или еще чем-то, потому что я занималась вопросом, мне было интересно мое отношение с едой, почему оно так строится. У меня произошло то, что я стала танцевать. Если упражнение было про танец, я думала, что никогда не смогу танцевать. После того, как я сделала это упражнение, я подумала, я бы так хотела научиться танцу. И, кстати, я сейчас занимаюсь биомеханикой, мне очень нравится свобода движений, танец у меня правил. Мне очень хотелось писать сказки. Ну, просто писать их, просто так. Вот, и сейчас на курсе у Нейли как раз марафон объявили. И как раз я стала писать сказки, и они сами по себе пишутся. То есть, в общем-то, постепенно исполняются все мои желания. А если какие-то желания не исполняются, очень прикольно искать, а почему. Что там лежит за блок? Где он? И какую новую ступень я могу раскрыть в этом блоке? Это, в принципе, меняет все. Вот, пришло такое некое сознание, что суть легка, и все зависит от взгляда наблюдателя. Легкий взгляд, легкая реальность, тяжелый взгляд, тяжелая реальность. Работать нужно со своим взглядом. А как? Например, на курсе. То есть, вот задаешь вопрос, а как, через что? Тут же приходит инструмент. Курс для меня вот этот был необходимый для меня инструмент. Когда я в саду, мне нужны грабли, чтобы работать с землей. Когда я ищу ответы на вопрос, а как устроена жизнь, и как ее увидеть по-другому, пожалуйста, есть курс. Можно взять его и прекрасно с ним освоить инструмент, свой личный, по работе с реальностью, с собой. А что такое реальность? Это я сама, это моя точка. Я есть присутствие, я есть эта реальность. Да, ну, как-то так. Спасибо вам огромное. Удачи. Люблю вас.